Праздник урожая Чуклеме отметили чуваши. По особому рецепту жарили петуха, угощали пивом и хлебом нового помола. Приехали гости из дружественных регионов Башкирии и Татарстана. Сохранить и возродить старинные традиции фольклорные коллективы стараются уже второй год. Наша съемочная группа знакомилась с особенностями чувашской культуры. В Толитинской филармонии каравай, овощи и фрукты нового урожая, национальные блюда. На празднике Чуклеме по традиции чуваши смешивают пиво и муку нового урожая с прошлогодним. Обряд обязательный. Как и раньше, без этого освещения ни один из чуваш не осмеливается притронуться к новому зерну. В честь праздника рубят петуха или барана, варят кашу и пиво. Вечером после праздника, уходя домой, из этого общего чана к себе домой несли мирскую смешанную муку, мирское пиво, и это высыпали в своих амбарах, в своих хранили челанах, смешивая. И нить вековая урожайная тянулась и не должна была прерваться. Самобытные традиции передают из поколения в поколение. Коллектив в фольклорных экспедициях собирают старинные песни и орнаменты для сценических нарядов. Чувашский народ очень гостеприимный, дружелюбный. По одной из версий, перевод слова чуваш, тюркского наречия, это дружелюбный, миролюбивый. В регионе их сейчас более 100 тысяч. Столько же слов в чувашском языке. На празднике Чуклиме прозвучало предложение сделать обязательное изучение родной речи в национальных сельских школах Самарской области. Татьяна Паудва, Арина Фечина, Олег Айдаров. Новости губернии Тольятти.